Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион, студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Словно не было беды. Пострадавшие от стихии участки города практически полностью восстановлены. Самый доступный вид спорта. В Анапе прошел отборочный тур краевых соревнований по воркауту. Уголок живой природы. Зоопарк Дудо приглашает всех желающих вместе отметить День защиты животных. В Анапе практически полностью ликвидировали последствия ливней, которые обрушились на город-курорт в минувшие выходные. За субботу и воскресенье выпала трехмесячная норма осадков. Первый заместитель главы Анжелика Базунова совершила рабочий объезд пострадавших от стихии районов. Вместе с ней ход восстановительных работ оценила и наша съемочная. Центральный пляж переведен в порядок. Днем ранее здесь были повалены раздевалки и навесы. Сегодня остались последние штрихи. О рекордных осадках напоминают русло, по которым шла дождевая вода. За сутки в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. Погода постепенно восстанавливается. Спасатели дают добро на купание. Леонид Бережанский из Воркуты. В Анапе отдыхает в четвертый раз за полтора года. Любит наш город. Говорит, что большого дискомфорта ни погода не доставила. Бывает непогода везде. У нас на севере похуже бывает. Правда, у нас морей нет. У Карска за 180 километров. А так, я не знаю, все прилично, все достойно. Нам, северянам, многого и не надо. Первый заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова принимает работу городских служб. В курортной части в десятках мест размыло плитку. Кое-где на площади в несколько квадратных метров. Промойно засыпали песчаной смесью и возвращали плитку на места. Этой точке на улице Краснодарской, пожалуй, повезло меньше всего. В основном из-за рельефа. По словам Анжелики Бузуновой, асфальт здесь необходимо уложить до завтрашнего вечера, если, конечно, погода позволит. Предприниматели также пообещали уложиться в этот срок, отметив, что работает бригада из шести человек. В целом, первый заместитель отметила оперативную работу городских служб и поручила активизировать уборку улиц. Поручение выполнили безотлагательно, направив на улицу Горького специальную машину. Попутно Анжелика Бузунова поручила начальникам профильных управлений разобраться с неправильно припаркованными автомобилями, кто и на каком основании пользуется электричеством, а также назначить встречу с директором Центрального универмага. Он сдал в аренду землю под этим торговым павильоном. Со слов первого заместителя главы, такие объекты портят внешний вид центральной части города-курорта. Предприятие «Ремстрой» займется проектированием газонов на улице Гребенской в районе санатория Анапа. Стихия приходит и уходит, а требования городской администрации к порядку и соблюдению правил остаются неизменными. В Анапе в целях улучшения транспортного обслуживания населения изменятся схемы движения общественного транспорта по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения. С 26 сентября движение пассажирских автобусов будет осуществляться по улицам Северная, Красноармейская, Крестьянская до конечного остановочного пункта улица Солдатских матерей. В обратном направлении движение автобусов будет проходить от остановочного пункта ГИБДД по улицам Парковой, Анапскому шоссе, Крестьянской, Крымской, Красноармейской, Северной и далее по прежним маршрутам. Вот уже более 19 лет на Кубани работает краевая общественная организация «Герои Отечества». В 1998 году она объединила людей у достойных наград Героя социалистического труда, полных кавалеров Ордена Трудовой Славы, кавалеров Ордена Ленина и Героев Труда Кубани. На данный момент в ее состав входит около 800 человек со всего Краснодарского края. Это поколение людей, которые были награждены в послевоенное время, люди, которые восстанавливали народное хозяйство нашей страны и Кубани. Ну, они уходят. Но на сегодняшний день наша организация пополняется новой плеядой героев. Это герои труда Кубани. Главная задача организации – пропаганда труда и патриотическое воспитание современной молодежи. В Анапе филиал организации работает с 2011 года. В числе участников – 18 человек, чьи трудовые подвиги навсегда вошли в историю Кубани. Возглавляет филиал «Кавалер Ордена Ленина» Олег Пухкалов. Сегодня он празднует юбилей, свое 65-летие. Но даже в свой день рождения он остается на рабочем посту и приглашает анапчан вступить в ряды ведомства. Я бы хотел пригласить всех проживающих в Анапе, имеющих эти награды, обратиться в Анапский совет ветеранов, где и желающие быть нашей организацией, где бы мы могли встретиться, объясниться, поговорить и, может быть, пополнить нашу организацию новыми членами. В преддверии Дня защиты животных 2 октября парк «Живая природа Додо» проводит праздник. Администрация зоопарка обещает насыщенную развлекательную программу, которая также включает в себя и благотворительные действия. Каких представителей фауны можно там встретить и что ждет гостей в день праздника – в следующем сюжете. Пообщаться с братьями нашими меньшими, окунуться в первозданную природу, насладиться прогулкой по тенистым аллеям. В парке «Живой природы Додо» по-настоящему можно отдохнуть от ритма города. Верблюды, кенгуру, лошади, говорящие попугаю, сурикаты, обезьяны и многие другие – вот они, стоит только протянуть руку. Новшество зоопарка – питомник с лемурами. За их жизнью можно наблюдать целый день. Для маленьких посетителей здесь раздолье. Детские площадки никогда не пустуют. Также есть возможность для всех желающих прокатиться на таких белоснежных красавцах. Очень хороший парк, очень живописный, красивый. Много животных различных. Для детей очень интересно посмотреть. Мне очень понравилось. Тут очень много животных, так красиво все. И природа. Мне очень понравится. И мне этот день запомнится надолго. В этом году в зоопарке «Додо» большая радость. Сразу в нескольких семьях прибавление. Знакомьтесь – капучинка. Этот капуцин родился всего месяц назад. А сколько самостоятельности уже проявляет в изучении окружающего мира. У этого детеныша-кенгуру даже пока нет имени. Сумка. Весь его маленький мирок, в котором тепло и спокойно. Этот детеныш-альпак родился всего две недели назад. А уже после кормления выходит с мамой на прогулку. Каждый год в начале октября парк живой природы «Додо» отмечает Всемирный день защиты животных. Не нарушится традиция и в этом году. Мы приглашаем вас на Всемирный день защиты животных. 2 октября в 12 часов. Вас ждет праздничная программа, игры, конкурсы, ну и, конечно же, подарки. Добро пожаловать. В этот день все желающие также смогут помочь бездомным животным. В зоопарке представители волонтерских организаций будут принимать для подопечных корма и амуницию. Урок доброты и любви к ближнему – так можно назвать посещение этого волшебного уголка природы – зоопарка «Додо». Парк живой природы «Додо» ждет вас по адресу Станицына, Тухаевская, улица Курганная, 103. Сегодня ряд СМИ сообщили о жалобах родителей почти 250 детей из Карелии, которых по социальным путевкам вместо лагеря Витязева отправили в Нижнюю Озереевку под Новороссийск. Анап уже обвинили в негостеприимстве. Как нам удалось выяснить, в контракте было два частных лагеря с одним названием – «Анапский» и «Новороссийский». И заказчик в лице правительства Карелии просто не мог этого не знать. Почему чиновники не предупредили родителей о том, что дети поживут сначала в одном, а потом в другом лагере – непонятно. Теперь же, судя по реакции властей республики, там пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. А история эта действительно неприятная. И к новостям спорта. В Анапе прошел отборочный тур краевых соревнований по одному из самых демократичных видов спорта. Для того, чтобы начать заниматься воркаутом, достаточно обычного турника. А далее нет предела в совершенству. В планах анапских спортсменов удержать ранее взятую планку. В свою очередь, городская администрация увеличивает число специализированных современных площадок для занятия уличной физкультурой. Подтягивания, отжимания на брусьях, выход силой, классические упражнения. Еще одна номинация – фристайл в переводе с английского языка «Свободный стиль». Это могут быть упражнения на силу, на пластику. Руслан Никитин говорит, что специально комплекс не подбирает, импровизирует под музыку или под настроение. Участнику турнира 18 лет. Воркаутом он занимается три года. Сегодня его цель – выход на краевой уровень. Увидел друга, как он занимается, и посмотрел в интернете, как занимается Денис Виннин на турниках. Ну, мне понравилось, и решил заняться этим. Со временем приходится, у кого-то опытом. Даже то, что силовое, становится легким. Говорит, что этот вид спорта одновременно доступный и захватывающий. Первые месяцы, всякий раз, когда видел турник, подходил и делал несколько упражнений. Организаторы говорят, что такая демократичность в доступности – пожалуй, основное преимущество воркаута. На данный момент в Анапе 12 площадок, похожих на эту, передвижную. С ней обычно ездят по сельским населенным пунктам, но в ближайшее время в них планируется установить пять подобных сооружений. Основная фишка – это доступность. Тяжело зайти в зал, заплатить денежку, ходить на тренировки. Здесь любой турник, в любом дворе масса всеразличных упражнений, элементов, которые позволяют стать сильным. Тренировки можно устраивать в любое время, дня и на любой площадке. Вот это приоритет. И на это и рассчитано. Это муниципальный этап краевого фестиваля дворовых видов спорта «Прорыв». По словам его организаторов, на турниках и брусьях уже вторая волна спортсменов. Их около двух десятков. Первая волна занимала лидирующие позиции в регионе с выходом на общероссийские соревнования. Сейчас стоит задача вывести новичков на тот же уровень. Анапа вновь в числе победителей. В детско-юношеской спортивной школе номер 10 завершился 25-й открытый городской турнир под дзюдо среди юношей и девушек. Анапские спортсмены, как всегда, отличились отличной подготовкой. Турнир был посвящен 73-й годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Моздока, Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Крымска и Ставропольского края. Анапу представили дзюдоисты из 1-й, 4-й, 5-й и 6-й спортивных школ. Вы являетесь не только нашим спортивным резервом, но и, конечно, будущим нашей России. И хочется вам пожелать, чтобы вы вмещали нашу родину только на спортивных ролях. На церемонии открытия чествовали анапского спортсмена Савву Каракизиди и его тренера Сергея Галаяна. Совсем недавно Савва вернулся из Хабаровска, где завоевал золото на чемпионате России под дзюдо в весе до 60 килограмм. По себе, если судить, могу же детям пожелать, чтобы они не останавливались на полпути, чтобы они не бросили то, чем они занимаются. Я считаю, что нужно заниматься спортом, чтобы выше какая-то, я не знаю, грань, чего ты можешь достичь. Ты можешь себя проверить, ты можешь испытать себя и доказать себе, доказать людям, чего ты стоишь. Анапские спортсмены достойно представили свой город и показали достаточно высокие результаты. По итогам соревнований в копилке анапчан оказались 13 бронзовых, 8 серебряных и 10 золотых наград. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин